Драгоценные мои, послушайте следующую историю. Собрались пасторы. Один из баптистов, второй из пятидесятников, третий был харизматом. Они обсуждали вопросы о своем сотрудничестве в церкви пастора харизмата. И тут откуда ни возьмись, одна из больших церковных ламп замерцала и возник риск продолжить обсуждение в темноте. Они переглянулись. Как быстрее всего поменять эту лампу? Баптистский пастор ответил, я бы сделал это, но нужны разрешения от пяти комитетов. Пятидесятник сказал, когда я буду вкручивать лампу, за меня будут ходатайствовать молитвенники. А харизмат ответил, не напрягайтесь, я верю, что она сама починется. Да будет свет. Давайте же поговорим о сиянии, а перед этим я расскажу вам одну историю. Окинава в 45-м году. Я вспоминаю детство. Фильм «Парень-каратист», «Мастер боевых искусств», «Мияги» и «Дэниел Ла Руссо». Я был мал и еще не знал причину появления разрухи. Курс истории говорит, 1945 год стал решающим эпизодом Второй мировой на Тихоокеанском фронте. Это кровавая война. В Окинаве погибло 160 тысяч человек. Наверное, я все точно запомнил. Если нет, то спрячусь. Если сравнивать с иными данными, то по другим сводкам во всей этой кровавой войне погибло 123 тысячи человек. Этот период стал переломным. Союзники выиграли в этой войне, но потери просто-напросто не поддаются исчислению. Согласно исследованиям, 90% зданий было разрушено, то есть почти все дома. Это тотальное разрушение. Друзья, есть один примечательный факт. Образцовые и вместе с тем шумные штатовские репортеры едут в Японию за свежими фронтовыми сводками. Репортер фотографирует и записывает события. Странная вещь. Он приезжает в город в центре Окинавы, где нет войны и все такое красивое. Все люди радуются, они полны надежды. У них есть еда и сохранились их дома. Тот репортер сказал, этот край — бриллиант среди навоза. Я произнес библейское слово «навоз». А он сказал, этот край — остров благополучия среди ужаса. Почему же город уцелел? В результате исследования журналист понял. В десятых годах, двадцатого века, в город приехал миссионер с Библией на японском, и двое стариков покаялись. После этого они проповедовали и обратили людей ко Христу. Познакомьтесь с тайной. Он оставил им Библию на японском, и это полностью изменило весь город. Да так, что посреди хаоса, разрухи и смерти жители сохранили надежду. Вы слышите меня, братья? Итак, первый тезис. Я покажу вам для начала пару снимков, и вот вам первое фото. Здесь, братья и сестры, послевоенная картина, не ужасайтесь, пожалуйста. Окинава и жители. Вот что из этого получилось. Тут изображены голодные жители, продовольствия не было, везде и повсеместно царила полная разруха. Первый тезис гласит, мы призваны быть светом надежды, радости и мира. Это мы с вами. Бог делает это через нас. Часто мы ожидаем Его, когда нужно действовать самим. Это похоже на источник энергии и лампочку. Мы — лампа, а Господь — Бог — источник нашей энергии. Если мы хотим, чтобы нас включили и засиять, то Бог всегда рад сделать первое. В Евангелии от Матфея, пятой главе, написано «Вы свет мира». Это 14 стих. То есть мы с вами являемся Божьим светом. Я понимаю вас. Я работал с неверующими людьми, и порой они преподносят неприятные сюрпризы. Мы думаем, мне приходится работать с ними, у меня проблемы в браке и с друзьями, вся моя жизнь — это тьма. Бог спрашивает вас, сияет ли твой свет. «Разве не ты должен светить?» Что и говорить, несравненные братья мои и сестры. Христиане тоже попадают в плохие ситуации, где тьма, тесты, испытания. Но мы имеем способность светить, чтобы это изменить. Помни о кино. Иисус продолжает проповедовать. «И зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Таким же образом досветит свет ваш». Мы служим в других странах, на молитвенных собраниях и на общих трапезах, а все потому, что мы в церкви не только получаем, но и просвещаем Божьим светом неверующих. Иисус говорит, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Но для чего это? Народ окрестил это законом влияния. Почтенная публика, познакомьтесь с этим принципом. Когда люди видят наши добрые дела, закон влияния побуждает этих людей творить добро. Бог желает, чтобы ты светил. Это заразительно. Когда я рядом с Гейланом, я не могу не улыбаться. Молчу, и мне хорошо. Когда я рядом с пастором Питом, я укрепляюсь в духовной вере. Когда я рядом со стермерами, мне хочется жить достойно, честно и вправде. Влияние подвержены маленькие дети и взрослые люди. Твой стиль одежды сформирован окружающей культурой. Твоя манера общаться, твой дом и двор есть зона людского влияния. Бог сотворил тебя, чтобы ты оказывал благочестивое воздействие на тех, кто рядом. Смотри, наша жизнь является большим свидетельством, чем слова. Не осуждайте, возвещайте Евангелие. Да, нужно возвещать, но наши поступки убедительнее слов. Друзья, скорость звука — это 343 метра в секунду. Ну и как вам это? Просто чудо. Это 1240 километров в час. А вы считали, что вы быстрее всех? С такой скоростью я пересеку страну за 4 часа. Звук неуловим. Поэтому давайте следить за словами. Помните, что есть случаи, когда определенные факты лучше не озвучивать. Птица услышит ваши слова и передаст человеку. Давайте следить за языком, ибо звук неуловим. Скорость света — это почти 300 миллионов метров в секунду. Телезрители — это суперскорость. Это 1 миллион километров в час. 8,5 раз вокруг планеты Земля за одну секунду. Люди слышат ваши слова, но смотрят они на дела. Дела проворней, расторопней и красноречивей слов. Люди ждут света истины, а не вашего обсуждения. Братья и сестры нашего Господа Иисуса Христа арестовали, но Господь молчал. Друзья, Господь воскрешал людей и исцелял больных. Спаситель проповедовал Евангелие и явил делами то, кем он был. И смотрите, примечательно то, что когда Пилат спросил его, «Это ты сын Бога?» Наш Господь и Бог ничего не ответил. Почему? Потому что его жизнь красноречива говорила о том, кем он был. Иисус знал. Если его дела не убедят людей в истине, то людям уже не поможешь. Дела — это довод твоих слов. Когда дела доказывают, что ты христианин, то тебе и говорить ничего не нужно в свое оправдание. Вы со мной? Есть три тезиса, и один из них звучит так. Найди источник своего света. Я говорил о городишке в Окинаве, который сиял посреди руин, благодаря миссионеру, который принес Божий свет в городок и оставил его там. Апостол Павел сказал в послании к римлянам, 10 главе. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как слышать, о ком не слыхали, и как можно слышать без проповедующего? Бог нуждается в людях, которые будут гореть как светильники и делиться своим светом с людьми. Нередко мы ждем действий Бога, а Он повелел действовать нам. Господь ожидает, что мы включим свет. Я приведу вам цитату из научно-популярного источника. Сам я в технике не силен, но постараюсь процитировать эти строки в точности. Если я ошибусь, простите меня. Действие лампы накаливания основано на нагреве проводника при прохождении через него электротока. При подключении к источнику тока вольфрамовая нить раскаляется до высокой температуры. Братья и сестры, мне сложно все это объяснить, но надо сказать вот что. Свет появляется, когда он питается от источника, который, скажем так, зажигает его пламя и создает сияние и блеск света. Я имею в виду, мы не вырабатываем свет. Я сияю не потому, что я хороший, добрый, щедрый, к беднякам, но я сияю светом, данным Богом. Бог желает явить свою любовь людям через этот свет и хочет изменить мир. Библия говорит, тот, кто считает себя кем-то, тот дурачит себя. Я сияю не потому, что я хороший, но Бог дает мне этот свет. Евангелие от Иоанна 8 глава 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру». Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Здесь Он открывает секрет получения света. Мы получаем этот свет тогда, когда каждый день следуем за Господом Иисусом. Не пытайся сиять своими силами, но общайся с Богом. Просто общайся с Богом. Читай Библию, молись Ему, впасти сестрой близкие отношения с Иисусом Христом, следуй за Иисусом, и будет плод, ты и засияешь. Дорогие, знание о том, что мы должны светить, не рождает свет. Есть те, кто знает Библию от и до, но их поступки говорят против них, в них нет света. Пастор сказал, «Знание Библии не заменяет послушание. Знание о том, что мы должны светить, не рождает свет. Имея свет, люди познают, как любить свою семью, как воспитывать деток». Пастор Марк, вы есть свет, потому что вы проповедуете Слово. Я вижу, как вы живете, и это напоминание. «И ты живи так же». Вы сказали, «И ты живи так же». Надеюсь, все вы с этим согласны. Мы помним историю о Моисее. Он взошел на вершину горы и встретился с Богом. На горе они общались, но Моисей не понял, что он наполнился славой Бога. Люди не могли смотреть на него, от него исходили лучи света, так что ему пришлось покрыть лицо, потому что он общался с Богом. Он находился пред лицом Бога и наполнился светом. Я зашел в обувной, потому что я люблю башмаки, и там стояла пара за 22 доллара, и дешевле вы там не найдете. Хочу признаться, я фанат ботинок, и на мне носки с картинкой коржика. Неподходящие носки портят вид. Я люблю обувь, и однажды меня угораздило купить ботинки, которые сияют ночью. Кстати, при покупке я не знал, что они светятся ночью. Они стояли на улице и, наверное, впитали свет солнца. Вечером я зашел в комнату, обувь сияла зеленым светом. «Не думайте, что я верю в бытие инопланетян». Вот такая история про сияние башмаков. Я думал об этом принципе, и вот что происходит. Когда мы приходим общаться с Богом, то мы впитываем его свет таким образом, что можно идти в темноту и осветить ее. Бог испытывал меня. Все мы ходили во тьме, но выбор за нами. Или мы сияем во тьме, или сливаемся с мраком. А вот еще вопрос. Кто гасит свет? Смотрите, мы выключаем свет, и никто, кроме нас, это не сделает. В Окинаве царили смерть, опустошение, разруха. Но знаете ли вы о том, что ничто не смогло погасить Божий свет в том японском городке? Ничто не погасило его. Наука говорит, свет — это энергия. Евангелие от Иоанна 1, глава 5 стих говорит. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Темнота не имеет власти и силы победить свет. Свет оказывает воздействие на предметы. Допустим, свет освещает сцену, есть тени, но эти тени не влияют на свет, и объекты, на которые направлен свет, бросают тени. Я твердо верю. Ничто не остановит Божий свет любви, поддержки и попечения о людях, и ничто не затушит Божий свет. Энергию света невозможно уничтожить, но свет можно ограничить. Хотя иногда мы не светим, но Божий свет невозможно ограничить, потому что Бог — это вечный источник. Подключайся, когда желаешь. Как это чудесно. Божья любовь неисчерпаема. И с научной точки зрения, свет всегда движется, и он никогда не иссякает. В Исаии сказано «беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Грехи противны Богу, поэтому они заслоняют от нас его свет. Но это не означает, что Божий лик ушел в небытие, и наш Творец перестал сиять. Но мы сами закрыли ему доступ. Я узнал кое-что о грехе. Он дает обещания, но не исполняет их. Он всегда сулит приятные ощущения нашей греховной плотской природе, говорит, что мы станем сильными и обретем власть. Вы знаете, что грех обманывает? В итоге грех оставит вас в темноте, потому что в нем нет света. Драгоценная церковь. Примечательно то, что следующий тезис для меня непрост, и мне сложно объяснить его, но я буду стараться изо всех сил. Итак, слушайте, действие света заметно тогда, когда предмет отражает его. В таком случае свет не может сиять. Я познакомился с богословским выводом. Каким бы ни был Божий свет, и не важно, сколь велики творимы им дела, и сколь огромна любовь Бога, и насколько ярок сам Бог, но его свет не будет сиять, если ты не будешь отражать его лучи. Мы не призваны устранить темноту. Слава Богу. Друзья, я долго шел к этому, и вот к чему я пришел. Мы не призваны устранить темноту. Когда я покаялся, я вел себя как новоиспеченный креститель и призывал «раскайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. Я считал, что это мое служение, но в процессе духовного роста я начал видеть большую картину. Я сподобился познать сердце Бога, а не только Его законы. Иисус часто повторял, мы не призваны устранить темноту. Бог позвал нас сиять светом. Святий тогда блеск лучей победит мглу. Я жил в духовном заблуждении, и я много раз убегал от Бога. 20 лет назад я познакомился с людьми, которые полюбили меня и любили даже тогда, когда я грешил. Когда супруги узнавали, что я грешу, я думал, они разорвут отношения со мной. Представляете? Они относились ко мне по-прежнему и никогда не упрекали. Я не мог понять этого. Ведь Библия говорит, тьма не разумеет свет. Происходило необычное. В их присутствии я не мог грешить, ибо тьма не выносит свет. Само присутствие супругов было благом для меня. «Если бы весь мир засиял, как онях, если бы вы сияли так, если бы мы все сияли так». Друзья, вот тогда темнота покинула бы нас. Послание к римлянам, 12 глава, советует нам, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это 21 стих. Об этом он и говорит. «Скажите аминь на это». О да, это радостное собрание. Аминь. Однажды ко мне в офис зашел мужчина, у него были трудности на работе, он считал, что к нему неправильно относятся. Это был респектабельный джентльмен, который спросил, что он должен сделать. Я говорил людям правду, а потом научился говорить правду со страданием. Я сказал, «Иисус смирился перед властями до смерти на кресте. Почему надо жалеть вас?» Но сейчас, дорогие, я ответил бы тому брату со страданием. На вашем месте я пошел бы к тому человеку, смирился перед ним, принял бы на себя все и извинился бы перед ним. Я сказал бы, «Сэр, если я создаю собственный имидж, то я обманываю, ведь я хочу быть другим. Прошу прощения у вас и уважаю вас, несмотря на ваше решение. Если же для вас открываются возможности на работе, то желаю вам добиться успеха. Если бы мне предоставилась возможность, то я послужил бы ему от всего сердца». Я понял одну истину. Злу не одолеть зло. Тьме не победить тьму. Дорогая церковь, в мире много конфликтов. Знаете, я работаю с разными людьми, и вот чему я научился. Дьявол изобрел ложь и смятение. Столько раз дьявол обманывал изумительных людей, которые дружат или состоят в браке. Печальный факт состоит в том, что он лгал им друг о друге. А вот что происходит. Он врет людям о том, кто они. Дьявол лжет тебе, говоря о том, кем ты являешься. Он говорит, «Ты подлец, ты лгун, ты вор, и, возможно, ты не спасен». То же самое он шепчет тебе о людях. Он так усердно старается создать конфликт между людьми и испортить отношения, и внести неразбериху и хаос, не доказывая людям, что ты тот, кем ты не являешься. А вот что происходит в отношениях. Когда дьявол бомбардирует ум ложью, а ты принимаешь эти мысли и прокручиваешь их в мозгу, то ты доказываешь людям, что ты тот, кем ты не являешься. Мы приносим плод, когда светим и не доказываем людям, что ты не являешься таким, каким окружающие видят тебя. Я люблю, даже если со мной плохо обошлись, и творю добро обидчикам и сияю даже во тьме. Не доказывай людям, что ты тот, кем ты не являешься. Лучше докажи, что ты такой, как о тебе говорит Бог. Этот принцип не только для окинавы, но его можно применить супругам, друзьям, ибо он универсален. Начни с искры. Раньше я думал так. В браке побежден тот, кто громче кричит. Я рычал, но понял, что так я лишь создаю конфликты и ухудшаю отношения. Ты побеждаешь, когда на зло отвечаешь добром. Когда тебя проклинают, а ты благословляешь. Измени свой брак, атмосферу на работе и семью. Начни светить. Прочту еще один пункт. Что заставляет свет сиять? Что же заставляет свет сиять? А вот и последний тезис на сегодня. Предназначение огня зажигать. Но без дров пламя погаснет. Корми костер. Евангелисты послужили, но это не все. Обращенные начали проповедовать дальше. Чем они горели? Духом Святым. И это пламя росло. Предназначение огня зажигать. В Евангелии от Матфея 25 главе мы читаем «Иносказание о десяти девах». Они поправили фицели, чтобы войти на брачное торжество. Пока жених не пришел, те девушки приняли решение приготовиться к свадебному пиру. «Пошли десять дев, у пяти было масло, а у остальных нет». Девушки стояли, ждали жениха, и они устали. Вы когда-нибудь уставали, ожидая Господа? Вы уставали, ожидая перемен в браке или разрешения проблем? Порой мы устаем, и это случилось с апостолами в саду. Они устали. Ученики его заснули крепким сном, и тут вернулся жених. Он вернулся, девы кричат «Жених идет!» «Жених идет!» «Подъем!» «Встаем!» «Мы идем на его брачный пир». Пять девушек имели масло и были при этом готовы. У них масло пять не были готовы. Девушки уже прибыли, фонари с ними, а масла нет. И они не попали на брачный пир. Знаете, что я заметил? У наших пяти незадачливых девушек были исправные фонари, в которых ярко горел свет. Но фитиль в светильнике погас. Пламя затухло. В откровении Всевышний Господь говорит через Иоанна, «Вернись к своей первой любви». Народ, моя любовь никогда не наскучит. Смотри, Святой Дух помогает нам гореть. Но если мы не будем каждый день брать масло, мы сгорим. Это как в случае со светящимися ботинками. Не ставь их на солнце, и ночью они не будут сиять. Мы родились свыше. Так давайте сиять и светить, исполнять видение и цель. Давайте мыслить категориями царства Бога. Вести людей к Нему. Господь Бог призвал нас не только ко спасению, но и к сиянию во тьме. Божий свет никогда не высияет, если среди нас не будет единства, взаимовыручки и служения. Ты ценен. Вспомни Библию. Бог всегда действовал через людей. Моисей, Давид, Адам, Бог всегда действовал через людей. Однажды пришел срок, когда наш Господь Бог перестал действовать только через людей и решил сам стать человеком. Поэтому ты ценен. Ты ценен. Такой порядок вещей на земле установил сам Бог. На работе, в браке, или дома. Мы ждем, когда всевластный Бог совершит что-то, но Он ожидает, когда это сделаешь ты. Зажги свет, люби ненавидящих, поступай правильно и храни покой посреди хаоса. В Окинаве пламя Божьего света стало большим благословением. Малый свет, Божьи истины восстановят ваш брак и восстановят вашу семью. Он восстановит детей и отношения с людьми. Он изменит дружбу и изменит сослуживцев. Тьма и свет не будут вместе. Вы скажете, легко тебе говорить. Ты среди пасторов общаешься, служишь там. Но я не всегда работал с пасторами. Я научился служить в миру. Дорогие, в глубине души я знал, что тьма пытается выключить свет. Я любил и уважал мирских людей, но я не прогнулся под их тьму и продолжал светить. Я говорил об Иисусе, молился и верил, потому что тьма не смогла затушить свет. А вот еще одна особенность. Я не изменил коллег, а когда наступали проблемы отношений, Бог переводил меня на другое место, но я отказывался отступать. Я знал, что во мне есть свет. Друзья, давайте закончим проповедь следующим рассказом. Мне нравится изучать историю, познавать поведение людей. Я люблю и уважаю полезную информацию. Я исследую биографии героев и злодеев, искусство, историю, географию. Я читал биографию Роберта Ли. Однажды солдат подошел и спросил его о том, что он думает о генерале, который был его недругом. И Ли ответил, это чудесный человек. Солдат возмутился. Как вы можете так говорить с человеком, который так обошелся с вами и говорил за вашей спиной? Ли ответил, ты не спросил меня обо мне, но спросил о нем. Не уподобляйтесь этому солдату. Мы способны уважать и любить, даже когда человек не заслужил этого доверия. Это и означает светить и сиять в темноте. Авраам Линкольн как-то сказал, я побеждаю своих врагов, превращая их в своих друзей. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. Мы приглашаем вас стать нашими партнерами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Еще раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Редактор субтитров